сегодня мы приехали на университетское озеро так вот покажу вокруг да здесь вот она такой восьмеркой сделано и вот видно по краям деревья вот так вот завалены это здесь живут бобры и они вот так вот подпиливают деревья строят всякие вот эти вот дамбы и вот они деревья упавшие это все бобры сделали летом когда тепло если собака залазит в воду то бобры могут укусить это их территория нечего туда залазить вот такой вот красивый парк мы сегодня с собаками вышли погулять здесь очень много людей вокруг озера выгуливают собак кто-то спортом занимается вот 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Пытаются защитить Те, которые побольше деревьев Их так вот сеточкой закрывают Вот так все берега завалены деревьями Заняты животные Нужно им чем-то заниматься Вот здесь прям вот зубы видно Как он это дерево хочет перепилить Свежее прям Здесь горка есть хорошая Можно санки с собой привозить Субтитры сделал DimaTorzok Сегодня очень тепло Снег немножечко так Подтаивает под ногами Не тает, но Хорошая погода Очень хорошая Так это немножко весной пахнет Так вот уже подпилили и упало дерево Надо же, они вылазят Они тут далеко Прямо от озера отходят Много работы А потом-то надо затащить А потом-то надо затащить Это туда, да В озеро обратно Или у них главная цель Это подпилить Строит, значит тащит туда Интересное животное Вот такие знаки стоят по всей дорожке Вот по дорожке, по которой мы идем Можно отпускать собаку без поводка А вот туда вот В рощицу если идти То собаку надо взять на поводок Вот такой вот знак показывает Ну потому что может появиться Какой-нибудь дикий зверь Очень много лосей В Ванкридже обитает около 300 лосей Зимой приходит больше 1000 А также здесь обитает где-то около 300 Значит черных медведей И около 60 гризли На данный момент может быть больше Потому что прошла информация Что популяция Значит Черных медведей Пришла С территории Канады Там проходит какая-то застройка Где они жили И они пошли сюда И поэтому ведут себя Агрессивно медведи Но сейчас они, надеюсь, все спят Потому что если кто-то не спит То это опасный зверь Еще более опасный зверь Чем он есть Вот Ну мы в общем-то в городе Прям В центре города Почти Вот Поэтому здесь Встретить медведя Чуть меньше Вероятность Тем более зимой Вот такая вот Вот такие вот деревья Высокие здесь Очень красивое место Мы потом приедем сюда Когда весна, будет лето Совсем по-другому смотрится Тоже очень красиво Мы приехали В середине лета Своя красота Осенью Своя красота Весной мы здесь еще не были Но мне сказали Весна, когда приходит Так приятно на улице Так не хочется Никуда уходить Ну оно везде Ну оно везде, конечно Весна хорошо Но Здесь очень много Растительности И воздух Он и сейчас такой прям Хоть ножом режь Своя красота Своя красота Своя красота вот так выглядит это озеро на карте и вот вокруг него вот эти вот дорожки и парк вот здесь вот показано где можно гулять собаками и где собаками гулять нельзя он такой как восьмерочка как бабочка вот такие вот знаки они где не везде вода замерзла здесь вот мостик и такая вот бегущая водичка на этом озере наверное не стоит по нему ходить лед тонковат раз не замерзла мы в честер лагун катались на коньках и там машины сначала чистят проезжают каждый день и толстый лед его проверяют специально городские власти выкладывают информацию на сайте что можно кататься а здесь вот что-то такое она прям бежит водичка куда-то народ тут все равно ходил думаю не стоит рисковать ну тут неглубоко прозрачная такая как просто А вот мы увидели, как протаяло озеро в виде лебедя, вот такая вот картина получилась. Нет, бобрам не холодно, у них есть подкожный жир и им не холодно. Вот деревья влазят, подъедают их, подпиливают. Где гнездо? А, вот, а че это? Какое-то гнездо. Я тут видела еще деревья, которые подпилены просто, подпилены человеком, как бы помогают бобрам сделать их домики. Или, может быть, подпиливали специально, чтобы они не упали на дорожку, уже подъеденные, а падали в определенное направление. Ну, видно, что некоторые деревья, они человек это сделал. Смотрите ли этого парка. Наверное, как-то помогают бобрам. Прибежал ко мне чужой песик. Вот аж куда вовер ушел. И так вот прогрыз дерево. И вот оно упало. И вот так вот между ветками другого дерева. Вот так над дорожкой. Сейчас пройду туда, покажу. Вот так вот лежит. Тут мы шли и заметили его. Вот дорожка висит вот так вот. Вот-вот видно, что человек помог подпилить вот это дерево. Они как-то, я точно не знаю, но как-то они свое жилище строят так, что там можно дышать. Да, они выныривают из жилищ, хватают воздух и обратно. А вот это гостиница, которая принадлежит университету. И студентам здесь можно иметь собак и кошек. В отличие от наших апартментов, они могут иметь животных и выгуливать их вот здесь. Да, вот это мусорное такое ведро, как бы. Медведь не может открыть. А человек тоже не может. Надо нажать куда-то, и оно открываться должно. А, вот все, вот оно открывается, да. Вам надо выкинуть? Это специально сделано, чтобы медведи не залезли, потому что могут люди бросить еду в пакетах, там, в банках, еще что-то такое, чтобы медведи не залазили. А вот здесь вот можно взять вот такой пакетик, это как перчатка на руку, чтобы забрать фекалии своей собаки, собрать их и выкинуть вот в этот ящичек. Субтитры делал DimaTorzok Дима Торзок Вот так по всему парку вот такие вот кулечки бесплатные и мусорные баки. А вот норка бобра, вот он оттуда вылазит и ходит на работу. Дима Торзок И, возможно, где-то там тоже бобры живут, потому что им нужен выход к воде, ну, из воды вернее. Здесь такие вот знаки, написано «Внимание», «Думать полезно». Дима Торзок 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 прилетели да не знаю сомневаюсь что не феврале прилетели это какие-то такие зимоустойчивые утки а Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну, всем пока-пока!